привет друзья и случайно зашедшие я странный дядька и это мой канал и вот в этом совершенно в общем то наверное и не странном даже месте я сегодня ночевал было тихо было темно было совершенно спокойно и спалось очень-очень прекрасно и сегодня впервые в истории моего канала ночь в машине это не просто развлечение от нечего делать а сегодня ночь в машине имела совершенно практическое значение сегодня у меня здесь рядышком работа с утра и чтобы на эту работу не ехать утром по пробкам и не стоять вместе со всеми так сказать в ожидании я просто приехал сюда вчера вечером всю ночь провел здесь а сейчас мне здесь до места моей работы буквально 500 метров я туда доеду сделаю свои дела и при спокойненько в обратном так сказать режиме уже поеду домой при чему душ соберусь и начну свой день у 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сегодня займусь венлайфом, гаргемпингом, своим любимым делом В общем, проведу ночь в машине на берегу Невы Это место называется Исток Невы Вот там и буквально в 100 метрах Ладожское озеро Вот там светится крепость Орешек Вот здесь причал поселка имени Морозова А я нахожусь на старом, уже разрушенном причале Петровских времен, где с Морозовского порохового завода Грузили порох на выходившие корабли И сегодняшнее мое венлайф приключение Собственно говоря, состоится не ради каркемпинга Сегодняшняя ночь в машине будет иметь абсолютно прикладное значение Не развлечение ради, а только ради того, чтобы сделать мою жизнь чуть-чуть удобнее И при этом еще и, так сказать, совместить приятное с полезным Дело все в том, что здесь, в поселке имени Морозова, в одном месте установлено мое оборудование Которое я призван, так сказать, по работе обслуживать И сегодня вечером поступил оттуда звонок, что оборудование ведет себя не очень здорово А завтра с утра в 9 утра оборудование должно будет работать как часы Поэтому меня просили приехать А прибыть завтра прямо к 9 утра проблематично из-за того, что завтра вторник А следовательно рабочий день То есть для того, чтобы приехать сюда к 9 завтра, мне надо будет рано встать Заранее выехать из дома Потому что в обычном режиме дорога сюда у меня займет примерно 40 минут в час А в будний день с утра, когда все недельки едут на работу Эта дорога может запросто растянуться и на полтора часа, и на два, и даже больше И поэтому вот, сложив все за и против, я пришел к выводу, что это тот самый прекрасный случай Когда мое вен-лайф приключения, мою ночь в машине, можно использовать во благо Я не только развлекусь и займусь своим любимым делом, но еще и сэкономлю себе время Приехал в поселок имени Морозова Приехал на то место, которое называется Старый причал Причал уже разрушен, но здесь никаких дел особенно не происходит Единственное, что это место, излюбленное место у рыбаков И завтра с утра я думаю, что здесь рыбаками все будет кишить Но встал я вроде так, чтобы не мешать ни их проходу, ни их проезду До той точки, где установлено здесь мое оборудование отсюда по прямой метров 500 Поэтому завтра я с утречка встану и поеду прямо на место Это если я просплю до каких-нибудь 9 и полдевятого Если же меня почечайнее, как обычно, поднимет чуть раньше, чем это время То здесь есть еще одно полезное занятие, на которое я утром с удовольствием потрачу время Вместо того, чтобы полтора часа стоять в пробке, двигаясь сюда Я лучше эти полтора часа при утреннем свете Поснимаю с помощью квадрокоптера крепость орешек, которая здесь расположена буквально вот чуть-чуть Это же Усть-Теневы, крепость орешек здесь по прямой примерно 100 метров Если, конечно, завтра с утра не будет дождя Если ветер будет не настолько сильным Хотя, если будет ветер, как сегодня, то есть с Ладоги на берег То, в принципе, можно и тогда попробовать туда квадрокоптером улететь Обратно-то он будет возвращаться по ветру Соответственно, за него можно будет особо не бояться Но, в общем, утро вечера мудренее Поживем-увидим К чему я все это плиту? К тому, что сегодняшнее видео Это не просто ночь в машине со странным дядькой А сегодня ночь в машине имеет абсолютно прикладное значение Совмещается приятное с полезным Работа все-таки работа Работу нужно работать Но очень здорово, когда эту работу получается совместить с таким вот развлечением и отдыхом Сетап у меня здесь совершенно стандартный, обычный Матрас, парочка одеял, подушечка То есть спать я буду прямо в таких комфортных, фактически, домашних условиях Все, как я люблю Уже на улице довольно холодно Я думаю, я не замерзну Если что, у меня с собой есть термобелье Ну, и еще там дополнительные одеяла С помощью которых можно, я думаю, будет согреться Ну, и обратно одеться в одежду тоже, в общем, никто не отменял Здесь тихо, спокойно Вообще никого нету Фонари, если горят, то они вот там, где-то там совсем далеко Они абсолютно не мешают Все пароходы туристические, которые здесь проходили, уже прошли Не знаю, утром из Ладоги пойдет, что-нибудь не пойдет Но оно здесь, в общем, тоже не гудит, не шумит Так, бук-бук-бук-бук-бук-бук проболзает и все В общем, пожелайте мне комфортной, спокойной, очень удобной и прекрасной ночевой машины На ужин у меня сегодня будет Вот такой вот персик По-моему, прям очень спелый и клевый А на завтрак у меня, если что, там есть половинка дыньки Которую я заехал по пути купил Если у вас есть возможность иногда бывать странным, как я И, например, заниматься вен-лайфом, то есть ночевать в машине То я вам это настоятельно рекомендую Потому что жить в машине весело, по крайней мере Но и иногда бывает очень удобно Не буду здесь наводить тень на плетень И навешивать вам еще дополнительную лапшу на уши Сейчас я завалюсь спать Ну, а завтра с утра расскажу вам, покажу при дневном уже свете Что это за место, что отсюда видно Как все прошло Ну и, наверное, полетаем на квадрокоптере Спокойной ночи Ну что, друзья, я уже приготовился ко сну, уложился Единственное, что на улице стало довольно прохладно Я решил не раздеваться, а переночевать сегодня, что называется, в одежде Это, конечно, не то же самое Бог с ним на одну ночь протянет и так Здесь абсолютно тихо Темно, комфортно Единственное, что, поскольку я прикрыл окна Ветер шумит А так, во Я уверен, что я сегодня буду спать, как зайчик лапками Как котеночек Прям комочком свернусь и прям сладко-сладко Не знаю, бог знает почему Но дома у меня обычно спится хуже, чем где-то на природе Даже если это природа, в общем, совсем недалеко от города и в машине Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Прям с утра ко мне уже пришел котейка, который тут об меня всячески обтирается Обтирается об камеру Наверняка котейка привык, что тут рыбаки всегда его подкармливают чем-то по утрам Поэтому у него совершенно стандартные уже операции Пришел Котейка прям реально от меня не отходит Вот все, трется и трется здесь, трется и трется Ну я бы с удовольствием подкормил, но у меня же нет ничего У меня есть дыня, дыня-то вон есть, наверное, не будет Бессмысленно это все А вообще, друзья, посмотрите, какая здесь красота Вы, наверное, вряд ли меня сейчас слышите, потому что ветер сильный задувает Но, блин, с утра здесь прям очень хорошо Вот этот вот разваленный причал Это еще причал Петровских времен Можно попробовать дойти туда До самого краешка, посмотреть, что там Продолжение следует... 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 Продолжение следует...